Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Шушарский парень. 6 мая 2022 года. Сегодня с Серегой съездили на Неву. Даже снимать не хотелось, потому что покидали часа два. Ни у него, ни у меня, ни одной поклевки. Что в этом году творится? Ведь у нас в Неве, ну в основном, три вида хищной рыбы. Это окунь, щука и судар. Раньше хоть окунь поклевывал, там щука попадалась. Сейчас вообще глухо. И по отчетам в группах ВКонтакте не видно, что люди уже начинали ловить. То есть какая-то аномалия. Либо такая затяжной холод после зимы, рыба восстанавливается. Короче, непонятно. Все, что было здесь сегодня, у меня приманки. Штука 17, наверное, ну разных цветов, разных форм. Раза 3-4 кину, меняю. Четыре раза там пять кину, меняю. Ни удара, ни поклевки, ничего. Приехали в офис, с Серегой попили чай с пряником тульским. И сейчас уже еду. Сегодня записался на 9.00 поменять колеса. На лето. Так что едем в машиномонтаж на Дегтярево. У нас там с ребятами договор. Ну и давно уже знакомые. Там я не знаю, сколько мы у них обслуживаемся. Лет 6-7. Даже уже и не вспомните. Время летит так, что... Думаю, что это был год назад, а уже, оказывается, 3 года. Вот такая ситуация. Вот на реке только сейчас еду, мимо реки рыбачат только промысловые вот эти судна, лодки, которые ловят корюшку в сетке. И все. Да, едем шиномонтаж. Поменял колеса, намыл машину, сделал такой почти что люкс. Смотрите, какая красота. Все, пыль вытерли. Вообще обалденно. Еду кайфую. Сейчас приедем на работу. В 12 часов там что-то юрист от меня хотел. Ну, переговорим. И, наверное, куда-то поеду. Так что едем в офис. Не знаю, по времени еще рано. В 10.30 приеду. Ну, покушаем попозже. Ура! Приехали вот в такое красивое место. Левашово. Первый раз здесь нахожусь. Есть такие богатые дома. Есть старые. Приехали с мамой нашего сотрудника. Привезли вот в этот серый дом. Здесь приют для собак. То есть, когда нужно уехать в отпуск. Или там куда-то нужно на 3 дня. То здесь оставляет она собаку свою. Ее здесь содержит и кормит кормом. Стоимость суток стоит 700 рублей. Ей очень все нравится. Здесь большой дом. И для каждой собаки своя комната. Но дом на самом деле, да, большой. Ожидаем маму нашего коллеги. И едем обратно в город. Какая красота. Катера плавают. На паруснике человек. Пахнет летом. Я привез маму нашего сотрудника домой. Вернул в целости и сохранности. И едем в итоге мы сейчас домой. Поедем, как всегда, по ЗСД. Кольцевая, Московское шоссе. И по Витебску мы уедем в Шушары. Денек получился хороший. Интересный. Первый раз побывал я в Левашово. Никогда там не был. Короче, интересная дорога. Интересное место. Классно. Едем домой. Там у нас, жена говорит, 12 мешков мусора. Куда это все выкидывать, даже не представляю. В обычную помойку вроде как нельзя. Если кто-то увидит, то штраф. Приеду домой, будем решать. Вроде как-то жена сказала, что у нас на Старорусском есть специальная, стоит вот эта бухта, куда скидываются именно строительные отходы, вот эти материалы. Не знаю, не знаю, на чем туда возить. Машину неохота пачкать. Короче, что-нибудь да придумаем. Так что едем домой. Сейчас, наверное, не знаю, где сыночек. Короче, сейчас созвонюсь с женой, и будет все понятно. Дочка в садике. Заберем ее попозже. Потому что все равно, жена присылала видео, насколько дома грязно, пыльно и ужасно. Еще, наверное, не один день будем все это отмывать. Пилили такую плиту, которая состоит из мела. И вот этот мел, пыль меловая, вот эта, она, конечно, разлетается и садится везде. Ну, что хотели, на то и напоролись. От этого никуда не уйти. Если бы это все сразу, когда делали ремонт, затеять. Ну, до этого, как всегда, не доходят мысли. Так что едем домой, посмотрим там, как дела. Вот так мы прорубили двери. Вот так вот внутри замазали. Сейчас сохнет. Сегодня придет мастер, сделает вот эти вот откосы ровными. Замажет все, и все это тоже будет сохнуть. Когда высохнет, уже все обои поклеит. Все сделает красиво. Всем привет, друзья. Вы на канале Шушарский парень. 11 мая вышли все после праздников на работу. Настроения нет вообще никакого. Потому что все праздники, вот это, 7-е, 8-е, 9-е, 10-е, промучился со спиной. Буквально в смысле пролежал все эти дни. Сильно болела спина. Мамуля уже на даче делала укол. Съел, наверное, килограмм таблеток. Ничего не помогает. Вчера вроде тоже просидел дома целый день. Принимал, принимал таблетки. С 7 утра Серега. Ну что, поедем на рыбалку? Я говорю, ну давай съездим попробуем. Встал, вроде ничего. Ну на рыбалке такой микро, как нерв в спине. И вообще не дает ловить, не стоять не могу. С ноги на ноги перекатываюсь и вообще невозможно. Короче, жесть какая-то. Это спина. В итоге кинул где-то раз, наверное, в него закинул. Раз 7. Ну невозможно ловить. Все мысли о спине. Ноги как-то дрожат. И все мышцы там перекошены. Позвоночник перекошенный. И кидать вообще невозможно. Приехали с Серегой в офис. Позавтракали. Поехал на паркинг. Чуть-чуть опустил сиденье. А так полежал. Опять принял таблетку. Вроде сейчас вот кое-как езжу. Сейчас приехали вот на 9-ю Красноармейскую. Дом 5. Объединение строителей. Коллега ушла. Вот. Сейчас придет и поедем обратно в офис. Там уже новое задание для меня. Секретарь позвонила. Короче, не работать. Не... Вообще-то настроения никакого нет. Из-за этой спины. Да, вот такие дела. Ладно, друзья. Ждем коллегу и в офис. Спина не дает вообще жизни. И еду кое-как. Весь перекосившийся. Сейчас привез коллегу. И пошел поел. Тоже садишься. Никак не посидеть. Сидеть нельзя. Короче, сидеть никак. Стоять никак. Только надо лежать. Сейчас ходил поел. Взял гречку. И грудку. Захотелось чего-нибудь такого легенького. Больше ничего не брал. Сейчас получили задание. Нужно забрать на мебельные улицы. Тент сделали для уличной мебели. Наши сотрудницы. Я говорю, он тяжелый. Я говорю, со спиной. Не-не-не, он не тяжелый. Тряпочный. Ну вот заберем чехлы. И поедем в офис. Там потом уже у меня банк. Короче, кое-как работаем. Настроения нет. Ничего нет. Едем. Забрал чехлы. Едем в офис. Сейчас приедем в офис. Поедем в банк. Нужно положить деньги на карту. Какие дела. Позвонили. Сдавал на прошлой неделе пилу папе. Пилу сделали. Вернее, ну там такая договоренность, что звонят, говорят, ремонт будет стоить 2500. Ты уже решаешь, чинить, не чинить. Если и чинить, то диагностика бесплатна. Получается просто ремонт 2500. Если отказываешься, просто 500 рублей диагностика и забираешь сломанную нерабочую пилу. Ну, позвонил мамули. С папули папули я не ответил сначала. Вот. Так что в итоге делаем. Мамули сказала. Вечером надо будет забрать пилу. Проверим ее там. Заведут. Вот. Такие дела. Едем в офис. Получили последнее на сегодня задание. Это съездить в комитет по строительству. Там нужно отдать бумаги подписать их и забрать и завтра отдать. Так как на набережной реки Мойки там не припарковаться, в итоге попросил коллегу, чтобы договорились, чтобы ко мне спустились, чтобы подписали и я поехал дальше. Сейчас едем по Троицкому мосту. Все украшено. Страшный дует ветер. Хотя сегодня Серега ловили. Прекрасная была погода. Тепло, солнышко, не витринки. А сейчас вся Нева в больших волнах. только Попа. 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 Продолжение следует... Да, вот так страшно дует ветер, но люди, туристы и просто Местные люди, короче, гуляют, несмотря ни на что, кто куда идет Был сегодня так же у Авроры, куча народу, на Авроре тоже народу навалом То есть люди еще, не знаю, отпуск или что, выходные, куча детей, все катаются на этих самокатах электрических Класс, хочется тоже уже в отпуск Спина бы еще не болела, вот это да Ладно, не будем грустить, едем в комитет Все по поле, забрал пилу, все работает, завели, поручали минутку, наверное, все хорошо Вот, так что, когда вы там приедете, с мамулей заберете, ну я завезу Вот такие дела, сейчас едем в Алберес Сейчас, блин, ложил пилу, спиннинг сломал Надо будет починить Прям верхнее вот это звено, тоненькое, сломалось Ладно, сейчас едем в Алберес Заберем там шнур и в Азоне еще потом кое-какие покупки надо забрать И поедем домой Сейчас созвонимся с сыном, где он, может быть, сыночка заберем И поедем домой Где дочь еще, тоже неизвестно Ладно Одни расстройства Спина, спиннинг сломал Да уж Все, дорогие друзья, мы дома Встретил сынулю, гулял, ехал с гулянки Вот, так что не пойдет сегодня репетитору говорить легкие задачки Заехали в Азон, собрали все свои покупки новые Сейчас домой приду, буду устанавливать все Потом расскажу, что Спасибо всем за просмотр Ставьте лайки, пишите комментарии Подписывайтесь на канал Всем пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok